Доброго дня всем! Ко мне очень много вопросов поступило по поводу высыпаний различных у подростков, у возраста, выпадения волос, целлюлит, то есть вот такие разные проблемы, отёчность. Поступили очень много вопросов по поводу ранних морщин, или они не ранние, допустим, а более-менее своевременные, но их много, на фоне истончённые дермы мелкие. Вот это всё объединить можно. Одним словом – инсулинорезистентность. Что это такое? Вы знаете, что у нас есть поджелудочная железа. Слева в подреберье она находится, в зоне подреберья. И там есть клетки. Одни вырабатывают у нас пищеварительные различные соки, другие вырабатывают глюкогон, гормон, влияющий на уровень глюкозы в крови, способствующий по его повышению, и инсулин. Инсулин – гормон, противоположный глюкогону, он понижает уровень глюкозы в крови. Поджелудочная железа, у неё всего-навсего там хвостик такой есть маленький, из которого и выделяется инсулин. И всё, казалось бы, хорошо, всё отлично. Пришла глюкоза, её схватил инсулин, подтащил её к клетке, сел на рецептор, на мембране клетки, и это как рычажок открывает дверку для глюкозы, и глюкоза заходит внутрь клетки. И всё отлично. Однако мы упираемся сейчас с вами в первый дефицит. Если мало железа у человека, что происходит? Мало железа, значит, нет кислорода в тканях. Если нет кислорода в тканях, значит, есть кислородное голодание в клетках. И что это значит? Если есть отсутствие кислорода, то, к сожалению, глюкоза идёт по не очень хорошему пути, и превращается её большое количество в лактат. То есть она вместо того, чтобы поступать в клетки, в митохондрии, и из неё вырабатывалась АТФ, энергия, то есть мы съели, ну, грубо говоря, да, там, не знаю, съели морковку, и раз у нас прилив энергии, да, вместо этого вся глюкоза, потом будем говорить, как и что, какую глюкозу мы хороша считаем, какой плохой, она идёт у нас в лактат. Лактат, что это такое? Это молочная кислота. Как понять, что глюкоза идёт не по правильному пути? У людей могут возникать боли в мышцах. Просто после маленькой нагрузки, минимальная нагрузка какая-то. Ну, не знаю, ну, поднялся, вот всё время на шестом этаже человек живёт, всё время ездил на лифте, а тут решил пройтись пешком или лифт сломался. Человек поднимается на шестой этаж, на следующий день у него, он встаёт с кровати, и у него болят ноги. Этого не должно быть, даже если вы никогда не поднимаетесь на шестой этаж по лестнице. Но это не та нагрузка, это не силовая тренировка в зале. То есть не должно быть такого. Что это значит? А это вам сразу звонок. Значит, вся глюкоза сливается не в энергию, а в основном, как она должна быть, да, большая часть сливается в лактаты, в молочную кислоту. И она накапливается в мышцах. Как понять без анализов, что есть у человека инсулин-резистентность? Ну вот, например, у меня так было. Лет, наверное, 25-27. Сейчас я, значит, знала об этом, а потом я уже разобралась и поняла, что да, у меня как раз была инсулин-резистентность явная. Темные локти, как загоревшие такие, темно-коричневые, темные колени под коленями могут возникать такие, особенно у детей, смотрите, могут возникать такие, как бляшечки иногда на колени, которые вдруг вспухают они и могут начать чесаться, увеличиваться в размере. И делайте, смотрите, внимание обращайте обязательно всегда. Ребенок уехал, например, в лагерь, вернулся с темными коленями и не отмывается. То есть это не потому, что он там где-то что-то падал, лазил, нет, это значит переел он там углеводов, надо срочно менять питание. Темные бывают акантоз вокруг шеи. Вот как воротник идет, прямо вот здесь вы можете посмотреть, наблюдать за людьми, смотрите за ними, вот сейчас все откроют, локти, колени, да, топики будут, и вы можете наблюдать. Вы прямо увидите, вот человек идет с темными коленями, у него вот тут акантоз, но это реже бывает, папилломы на шее, папилломы под грудью, папилломы в подмышечных падинах, много высоких, таких толстеньких, таких вот мясистых родинок. Это все инсулинорезистентность. Вы сразу же можете понять, что с человеком происходит. Чесаться колени начинает, вот это вот все. И как бы ни удаляли, как бы ни убирали, проблем не решается. Кисты, когда человек жалуется на кисты, причем кисты как у женщин, да, так и у мужчин, в любых органах, неважно, кисты яичка или яичников, это все одно и то же. И эндометриоз. Инсулинорезистентность всегда ходит рука об руку, к сожалению, с эстрагендоминированием и с эндометриозом. Эндометриоз – это гиперплазия, эндометрия, то есть когда у нас излишне нарастает в матке эндометрии, и его становится там слишком толстое, скажем так, слизистое становится, слишком многое нарастает. Причем там уже могут быть различные, да, скажем так, локализация этого эндометриоза, может быть она и уже в мышечной ткани, да, аденомиозы, и в трубы она может идти, и клетки, они могут прорастать уже и в брюшную полость. То есть, ну, это не предмет сегодняшнего нашего разговора, но если у вас есть косметические какие-то проблемы, да, вот из тех, что я перечислила, и вы знаете, что у вас есть подозрения, или диагноз эндометриоза, поликистоза, это функциональные кисты, так называемые, образуются, это тоже неправильно, нехорошо, это все признаки инсулинорезистентности, значит, вам вот сюда, да, вот в эту тему. Поджелудочная железа также может в почках, кисты тоже диагностируют, ну, и, естественно, фиброзно-кистозная мастопатия, и, в принципе, любые дискомфортные ощущения в груди и в течение цикла, то есть в течение цикла вообще не должно быть никакого дискомфорта в груди, она может немножечко увеличить свой объем непосредственно перед месячными, где-то дня за два, и в середине цикла момента овуляции, дня на два тоже чуть-чуть, но она должна быть всегда мягкой, молочная железа всегда мягкой, всегда держать свою форму, не должно быть резких перепадов, то налилась, то полупустая, да, стала, никаких уплотнений там не должно быть, ведь все, что отклоняется от нормы, это всегда имеет связь с инсулинорезистентностью. В чем проблема? Когда поступает излишнее количество глюкозы, либо эта глюкоза не может правильно обработаться инсулином, то мы очень часто наблюдаем гликированный гемоглобин. Надо обращать внимание, вы в анализах там увидите, что гликированный гемоглобин, он должен быть меньше 5%, хотя нормы там, да, ставят 6 и так далее, но надо смотреть, чтобы было меньше 5, а лучше 4,7, где-то так, и сахар, глюкоза на тощах должна быть где-то до 4,5, до 4,7. Если все намного выше, то это уже, конечно, сахарный диабет, и мы уже говорим о конечной такой точке, уже дошли, да, до ручки дошли. Поэтому, что такое гликированный гемоглобин, и почему нам этот анализ очень важен? Он помогает нам найти как раз скрытые проблемы, касающиеся глюкозы. Он помогает нам увидеть, что глюкоза не востребована клетками, она не идет благодаря инсулину на производство энергии, а она оседает на всем, чем можно вообще, на всех белках и на всех жирах. Как это происходит? Вот ломкость сосудов, вот эти вот маленькие какие-то синяки, как я говорила, да, у детей бывают, гемангиомы какие-то, мелкие сеточки, купероз сюда же тоже идет, хрупкие сосуды, когда микроинсульты сделали МРТ, и есть признаки множественных микроинсультов. То есть что это значит? Поднялся кортизол, человек понервничал, или он, вот опять-таки, шел на шестой этаж, или ему было жарко, или он не выспался, или он выпил алкоголь и при этом не выспался, например, и возникает микроинсульт. То есть мы не знаем, ой, что-то голова там, да, заболела, как-то так не очень себя чувствую, а это микроинсульт. Почему? Потому что кровь прилила головному мозгу, а сосуды жесткие, и появилось микрокровоизлияние, и вот так множественно, а может быть и крупное кровоизлияние, тогда этот инсульт невозможно не заметить. То есть что это такое? Сахар невостребованный начинает оседать и буквально, вот в прямом смысле, облеплять все наши белки. Как только садится сахар на белок, такой белок называется гликированный белок. Вот гемоглобин гликированный, как раз тот самый, один из тех белков, миллионов, на которые садится глюкоза невостребованная. И она навсегда необратимо портит этот белок. Понимаете, в чем ужас? То есть отметили мы Новый год, съел ребенок два мешочка подарков с двух елок, и на три месяца его эритроциты выпадают из жизни, практически до 50% их может даже выпасть из жизни, потому что, например, эти же эритроциты, они живут порядка трех месяцев, порядка 90 дней. Поэтому гликированный гемоглобин, например, он показывает, насколько вы злоупотребляете глюкозой или насколько глюкоза не усваивается в течение последних трех месяцев. То есть здесь нельзя поддержать диету в течение недели, пойти сдать кровь. Да, может глюкоза быть сама по себе хорошей в анализах, но гликированный гемоглобин покажется правду. И чем он выше, значит, тем больше все внутри склеено вот этим сладким сиропом. Лишняя глюкоза, она как патока, полностью все залепляется. А что бывает, когда где-то мы пролили сироп? На платок, если пролить сироп. Он потом высохнет и станет хрупкий. Правильно? Начат ломаться. То есть сахар, он всегда все делает жестким и неэластичным. Под воздействием сахара всегда все липнет и становится жестким. Значит, на сосуды садится эта невостребованная глюкоза на белки, облепляет их. Они становятся хрупкими, они ломаются. И вот когда происходят какие-то инсульты, инфаркты, ну, инсульты особенно, то есть какие-то разрывы сосудиков, даже бывают на периферии у человека, может быть, при какой-то нагрузке, ломаться, разрываться сосуды. То есть вдруг раз, и там на пальце, например, да, кровоизлияние вы видите. Или разорвались сосудики, там, да, ну, на поверхности бедра, например. Или вот внизу они тоже разрываются, в районе лодыжки. Посмотрите, отметьте у себя, нет ли у вас сосудистой сетки в районе лодыжки, на внутренней стороне, над ступнёй. Часто бывает при хрупких сосудах, и купероз сюда же, да, и на хрусталиках глаза часто появляются. Дети, бывает, поедят сладкого, и у них раз на хрусталиках появляется такая сеточка капиллярная. Там более тонкие сосудики, они, ну, где-то через час там, или на следующий день, может так быть, если переели. Так вот, сахар, он всё это залепляет и делает хрупким, и это не просто какие-то разрывы там, а именно ломкие, именно сломались сосуды. Соответственно, сразу вы теряете гибкость, теряется гибкость, теряется эластичность всех мембран, эритроциты перестают попадать, пролазить в эти капилляры хрупкие, они становятся более жёсткими, мембраны становятся более жёсткими, эритроциты просто не могут сжаться в узенькие капилляры. И начинается повреждение, пока они туда под напором крови пытаются пройти, повреждение этих периферических мелких капилляров, и от этого мы видим повреждения вот как раз на лодыжках, на периферии, да, например, и недостаточное кровоснабжение, такая же ломкость сосудов происходит и на скальпеле головы, то есть на коже головы то же самое. И поэтому, конечно, волосы начинают хуже расти, становятся более тонкими, выпадать начинают, им элементарно туда не приходят в эти склеенные капилляры, туда не доходит нормальный кислород и не приходят никакие питательные вещества. И можно делать мезотерапию. Вот в этом случае, кстати, мезотерапия, да, она поможет, потому что, ну, раз ты не хочешь, да, своему организму позволить самому доносить все это за бесплатно и все, что нужно, то можно сделать мезотерапию, и вам косметолог вколет в кожу головы вот эти все витаминные комплексы. Вы посмотрите на составы, да, препаратов для мезотерапии. Это минимально-витаминные комплексы. Цинк, там, да, витамины группы В, витамин С, там, рутин, витамина А, витамин Е, то есть все. Или мезотерапия при куперозе, то же самое, крема, почему работают отлично крема при куперозе, крема с витамином А, да, с ретином, и с витамином С. Вот это как раз нехватка. То есть не проходят питательные вещества по хрупким сосудам, по ломким сосудам с жесткими мембранами, ретроциты не могут пройти. На что нужно обращать внимание обязательно, когда вы смотрите свои анализы? Надо обращать внимание на ферритин, он должен быть от 70 до 100 единиц. Если у женщины может быть, ну, где-то, да, до 100, до 110, если выше, это уже маркер воспаления. Чаще всего воспаление в желудочно-кишечном тракте, но бывает и хроническое воспаление в носоглотке. То надо уже, дальше надо разбирать. Каждый раз, каждый человек, да, такой, как детективный роман, когда его приходится разгадывать. Глюкоза должна быть где-то до 4,7. ЦРБ, С-реактивный белок, это чувствительный маркер воспаления, его надо смотреть обязательно, и он у женщин должен быть где-то ниже единички, а у мужчин, ну, до 0,5. Вот это нормально. Если он выше, значит, тоже где-то есть воспаление в организме. Надо его искать, искоренять. Нормально глюкоза не будет усваиваться, если есть воспаление. Инсулин. Инсулин, идеальный инсулин, вообще считается, да, до 10 инсулин, но это уже высокий. То есть, вот инсулин нормальный 3-4, но здесь там не все так просто, мы сейчас дальше будем разбирать, что и как. Есть еще такой параметр, как гомоцистеин, который нам очень важен, и дальше мы его будем касаться, говорить, как показатель усвоения витаминов группы В, особенно витамины В12, В9 и В6, от которых также очень сильно зависит красота и густота волос, и вот можно посмотреть по гомоцистеину, есть ли воспаление в организме, и достаточно ли усваиваются вот эти витамины, очень важные группы В. И есть такая вещь, как лептин. Это гормон лептин, который вырабатывает жировая ткань, и он тоже очень большую у нас роль играет в усвоении глюкозы, и в целом, в формировании нашей фигуры, и красоты волос и кожи. Если уже есть у человека, например, повышенное давление, страдает головными болями, метеочувствительностью, то неважно, выпадают волосы или нет, появились уже морщины или нет. Если даже в 25 лет у человека есть мигрени, у человека есть, бывают приступы повышенного давления у молодых, да, у ребят бывает молодых, вроде здоровый парень, а у него там периодически бывают носовые кровотечения, например. Это сразу вам звонок по поводу инсулино-резистентности и по поводу хрупких сосудов, которые, как только повышается давление, они там очень мелкие и, значит, хрупкие, раз и кровь идет. И говорят, ой, хорошо, да, то есть защита головного мозга, если при повышении давления кровь идет носом. Ну, оно, конечно, хорошо, если смотреть с точки зрения мозга, но если смотреть в целом на организм, значит, кардинально неправильное питание, кардинально, есть проблема, которая уже кричит, то есть надо это решать, не ждать каких-то там попелом, проблем с простатой. Очень часто бывает сегодня, да, когда волосы выпадают там у мужчин, ну, лысеть начинают там лет в 30-35. То есть вот это вот все, это все признаки одного, одного признаки, резко зрение падает. Ну, я просто это очень хорошо знаю, я сама прошла через эту инсулин-резистентность, когда у меня за 3 месяца буквально смены питания на одних сникерсах и йогуртах данон, по глупости, 18 лет, и я посадила себе зрение, на 4 единицы разов увеличился резко вес, и сразу и кисты, то есть все, все вот появилось, что было, и волосы полезли, то есть было все, конечно, все признаки инсулин-резистентности. Поэтому обращайте внимание на это, у всех есть детки, у кого нет, будут, посмотрите на эти признаки, обращайте внимание на темные локти, не буду это все повторять, ладно, смотрите и знайте, что за этим стоит. Вроде бы все хорошо, а вот кровь из носа, да, у подростков, значит, надо обратить на это внимание. Тем более, что индекс массы тела, в последнее время он растет и растет, и самое главное, вот еще что, не доверяйте референсным значениям, когда вы посмотрите кровь в свою, ребенка, да, сегодня, через 5 лет, через 10 лет, не доверяйте референсным значениям лабораторий. Печально, но референсные значения потихонечку поднимают, из года в год, по 10, но их поднимают. И если раньше считалось нормой, например, глюкоза, то до 4,5, это была норма, да, диабетом 2 типа, да, уже считалось, уже ставили такой диагноз, когда уже было больше 5, то сегодня уже надо больше 6 глюкозы иметь, чтобы тебе сказать, что у тебя диабет, да, ну, еще другие признаки. А норма считается уже не 4,5 глюкозы, а уже нормой считается 5, понимаете? Но человек не изменился, изменилось питание, изменились наши подходы вообще к питанию, к образу жизни, понимаете? все вот это изменилось, человек не изменился, с чего нормы поменялись? Потому что если сегодня, при сегодняшней жизни и при сегодняшних условно здоровых людях опираться на нормы, которые были для здоровых людей, там, да, 20 лет назад, то уже на учет надо намного больше людей ставить, значит, надо выписывать лекарства им, что-то у нас идет бесплатно, там, и так далее. Я не буду в эту тему вдаваться, вы же понимаете, да, о чем я говорю, вот, поэтому надо смотреть на нормы, а не на референсные значения, потому что иначе можно так, с этими референсными значениями, действительно, уже к необратимым изменениям прийти, когда уже организм сам убил все клетки, там, щитовидные железы или поджелудочные, аутоиммунные процессы, они уже не оставляют шансов, это только гормоносместительная терапия, действительно. Продолжение следует...